Ну что, друзья, в доте вышел рингмастер и компендиум, начнем же с героя. Опа, видали какой молочек. Итак, что же это у нас такое? Ну... Пособность пассивная, врожденная. Герой получает один случайный карнавальный сувенир. Сувенир. Уникальный одноразовый расходник. Каждый раз, когда в радиусе 925 погибает вражеский герой. Если у героя уже есть неиспользованный сувенир, новые будут накапливаться в виде зарядов способности. Если при возрождении нет сувениров, то он получает один просто так. Итак, сувениры. Создает одну иллюзию владельца, который существует 18 секунд, получает 300% урона, носят 28% от урона владельца. Временно увеличивает силу выбранного союзного героя на 5 плюс полтора за уровень владельца. Ну, то есть, допустим, на 5 плюс 30. Да, 35 силы. Максимальный эффект сохраняется 4 секунды, потом постепенно угасает, пока полностью не исчезнет через 8 секунд с момента применения. То есть, очень ненадолго, на время одной драки, по сути. И толкает владельца вперед на расстояние 400 на 3 секунды, оставляет за ним вонючее облако радиусом 200, который замедляет врагов на 30%. Окей. Такой форс-вставчик, да, получается. По способностям. Ну, поехали, опробуем. Что же, собственно, ты умеешь, ринг-мастер? Выглядит, конечно, необычненько. Давай. Противник, союзник, там, туда-сюда. И так, и так. Прерываемый. Герой замахивается кнутом, чтобы ударить им по выбранной области. Оказавшиеся в ней враги получают урон и в страхе убегают владельцы способностей. Чем дольше замах, тем больше урон и длительность страха, но меньше радиус удара. Максимальная длительность замаха 1 секунда. То есть, вот такая вот у нас область. И пока замахиваемся, становится прям мало. Урон здоровый пипец. 480 урона? Да, это же просто грязь на центральный коридор. Ты посмотри, я на седьмом уровне. 481 скиллом, который кдшится 10 секунд и стоит 135 маны. Грязь. Дальше смотрим. Помещает владельца или союзного героя в передвижной, вне пространственный ящик, который позволяет цели проходить сквозь существ, а также увеличивает ее скорость передвижения с определением магии и замедлением. Героя внутри ящика нельзя выбрать целью, но он и не может атаковать, применять способности или использовать предметы. Ящик откроется преждевременно, если отдалиться в 500 от места создания. Ну-ка давай. И взорвался, да? Ну-ка давай. Ну я получил дэмэдж. Но дэмэдж именно по области, да? То есть, соответственно, вот этот я тоже получаю, этот накинуть можно, но дэмэдж магический, который я получаю по области, он, конечно, уменьшается. Да? Допсопротивление магии 80%. Это же вообще грязь. Это же вообще нереальная грязь на самом деле. Ну да. Считай фул иммунитет. Это лучше, чем БКБ. Дальше. Следующий скил. Герой бросает один из своих кинжалов в выбранном направлении. Попав во врага, кинжал ненадолго замедляет его. Наносит ему первичный урон. Вызывает у него с квопой. Отлично, что я квопу создал. Прикиньте, кинжалами перекидываться. Кровотечение каждую секунду наносит урон, зависящий от максимального хп жертвы, если и оказался герой. Или фиксированный урон, если это крип. Урон попадания 75. Урон по крипам 100. Длительность 4. Длительность замедления. Максимум зарядов 4. Максимум зарядов 4. У меня дофига зарядов в этой штуке. И... А что с радиусом, подожди. В выбранном направлении. Что? С радиусом, извините. Ну он довольно быстро заканчивается. И урон довольно маленький на самом деле. То есть штука такая. Окей. Спорненькая, я бы сказал. У меня, кстати, что это означает? Карнавальные сувениры. Ага, но я их не получил. Ааа, у героя вообще нет аспектов пока что. Потому что он новый. Типа, они не успели придумать его аспекты в доте. Так, герой запускает в указанную точку колесо чудес, которые расталкивают врагов по пути. По достижении цели начинает носить урон все врагам вокруг, замедлять их на 50%. Завораживает и манит к себе героев, которые смотрят на него больше 0,5 секунд. Как только заворажит хоть одну жертву, активируется таймер взрыва, который нанесет урон в области действия. Если колесо никого не заворажит за 8 секунд, оно взорвется автоматически. Урон от взрыва, урон за секунду в ауре. Таймер. Давай вот сюда, например. Застанил. Она замедленно, дэмэдж получает. Повернется на него, спровоцирована, подошла. Взорвалась. Ну то есть, да, вот. Косарь хп, но это хотя немного, конечно, мы понимаем. Ну вот я замедлил. Она хочет убежать, попалась. Попал кортиком. Ну, герою явно нужен какой-то плюс урон. Но в целом, что-то он может, наверное, да? Сдаем иллюзию. Она ничего не может, конечно. Просто иллюзия. И быстро заканчивается. Ну вот это спорно, как это применять. Ну, короче, вот такой вот новый герой, ребята. Вот такой вот новый герой. Очень сильный первый скил. То есть, да, просится какая-то кая там на него условно. Насколько можно из этого шара блинкануться? Ну, мак резист не стопроцентный. Все равно дымаешь, какой-то будешь получать, верно? Какой-то может догончик вот для усиления. Или атосик взять. А что у него по статам интересно? Ммм. 1.4 за уровень. Ну, атак спид у него малюсенький, прям я бы сказал. То есть, через глибнер не уверен, насколько он раскрывается. Но просто какой-то атос ему хотелось бы. Да, чтобы подконтролить. Придержать. Но вот этот ультимейт, это точно тимфайт ультимейт. Ну, тут по-другому и не скажешь. Что по талантам? Далее применение escape act. Radius tame of the beast. Ага. Невосприннический эффект там при замахе. То есть, бкбхо при замахе вот этой штукой. Офигеть не встать. Кинжалы пробивают одну цель. То есть, они могут пройти насквозь и двоих за раз, да? Продамажить. Минимальный, максимальный урон от первого скилла. Плюс одна секунда замедления. Не, по талантам, если смотреть. Так, так, так. То надо брать, конечно, вот про этот скил. Наверное, все. Сильное развивание свободное перемещение при escape act. И дальность применения, и радиус колесо счастья. Ну вот. Ну слабовато, как будто бы. Нет, я бы все вот на это качнул. Так у меня должно было быть свободное перемещение. Хотя я его и не ощутил особо. Нет, какой такторин просто и спамить этим колесо. Вот этой штукой. Со страхом, как бешеный. 880 урона. Ты что, нормальный вообще? 850. Под кай. Да, это жестко. Ну вот такой вот новый герой, ребята. Вот такой вот рингмастереныш у нас появился. Ну что, давайте посмотрим теперь компендиум. Что же из себя представляет? Компендиум. Ну давайте, когда вот дух исследователя, ютубера, говорит мне, купи побольше, сэкономим 3% на уровнях. Поехали, покупаем. Поехали, покупаем. Давайте посмотрим, что этот компендиум из себя представляет. Авторизовываем. Активировать? Да, пожалуйста. Приветственные подарки получил. Замены для фэнтези. Замены для фэнтези. Смайлик. Ну это под интик, да? Такая тема. Уровни компендиума в виде елочек. Усилители. Работает как уровни компендиума для одной награды на выбор. Применить уровни. Применить усиление. Эффект телепортации я бы точно хотел. Загрузочные экраны нет. Замены фэнтези и фуфло. Загрузочные экраны фуфло. Фразы. Стиль интерфейса. Капсула с логотипами. Капсула с наклейками. Блок статуй. А это что такое? Я бы эффект поттп хотел, наверное, в первую очередь. А чувак его вкачать. Я все усиления потрачу, сейчас мне этого не хватит, да? Ну да, получается, да, не хватило. Как вообще, как в нем двигаться, е-мое, в этом компендиуме, я не понимаю. Принять, принять. Экран соперников. Он у меня уже есть, я так понимаю, правильно? Какие-то блоки статуи. Блин, вот раньше, я помню, у тебя появлялся компендиум, ты заходил в какой-то отдельный экран, у тебя тут полоса с уровнями. Это даже, блин, выглядело офигенно. А сейчас, что вообще, как это работает, я не понимаю. А есть разница вообще между этими эффектами портала? А, о-о-о, шатер. И сколько для этого надо купить? Как это будет выглядеть? Ну, компендиум фуфла, как вы понимаете, полного, да? То есть здесь нет ничего абсолютно, не шмоток. Стиль интерфейса вот там, как максимум. Чтобы открыть стиль интерфейса, эффект телепортации следующий, то надо больше бабок влить. Офигеть, что фразу тут добавляют, я понял. Экран соперников 150, 150. Купим уровни? По 8 уровней, 112, 20, 30, капец бабок уходит, конечно. 150-й мне нужен для вот этого, да? И коллекционная эгиды в масштабе 1 к 5, 300 уровней. Хочу я это делать, не хочу. Ну вот эффект телепортации прикольный. Вот стиль интерфейса, наверное. Экран соперников вроде бодренько. Ну давай экран соперников сделаем, ладно. Надо. Экран соперников надо, погнали. Если я вам не покажу, то как вы вообще поймете, как он выглядит, правильно? Активировать уровни, поехали. Поздравляем. Спасибо за поздравление. Применяем уровни. Оп. Все получил, все получил. Интерфейса, экран соперников надеть. Все, митер четко, он будет выпадать с интерфейса. Давай надеть. А эффект телепортации, он по умолчанию применяется, да? Я так понимаю, потому что мне даже не предлагают его применить как-то. Все принимаем. Все принимаем. Ну и все, и готово получается. Мы все активировали. А куда усиление будем тратить? Замена фэнтези, жетоны бинго, топплэйов и далее. Капсула с логотипами, наклейки с к... Ну это такое фуфло, да, по ощущениям. Это как будто вообще не хочется. Загрузочный экран и команд. Ну можно во фразы колеса чата типа вкинуть. Но же все равно копия гиды будет прокачиваться. Просто больше вообще ничего брать. Вообще. Просто ничего брать абсолютно. Я еще блин, все равно не первый по уровню компендиума. Ты посмотри, там вот какой-то... Ну, FromCN это китайский какой-то игрок. У него 242, ему вообще пофигу. А, ну кстати, у меня почти такой же, да? Да, у меня 220 этот. Все, ребята, это был компендиум. Надеюсь, вы получили удовольствие. Ну вот такой вот вышел патч. Новый герой буду, конечно, тестить. Будем пробовать играть в каточках, смотреть что-кого. И как это все выглядит, вот. Компендиум... Ну, я в принципе и предполагал так в прошлом году, что вот такая вот тема будет. Что на самом деле Valve уже не вернутся никогда к тому компендиуму, который у них был. Это просто надо принять как данность, вот. Поэтому давайте вместо Valve я побуду раздающим, так сказать, всякого экшона, всякого веселья. Вот у меня телега, ссылочка в описании на розыгрыш из 10 аркан. Все, что нужно сделать, собственно, на нее зафоловец, нажать кнопку хочу аркану, ссылка в описании. И все, вуаля. Вы можете получить шмотку, потом запущу следующий розыгрыш, а только этот закончится. Такие вот дела. Ну и все получается. А я пойду потихоньку готовиться к стриму, подрубаться и будем шпилить на рингмастере. В мид, конечно, пробовать.